георг георг на своем уазике все образцы спасибо за обед были обеда ужин георг сейчас в армении в ереван в армению ну а мы дальше время уже из 27 малость мы тут задержались но зато чудно время провели и покупались покушали пообщались георг брат удачи тебе ну а мы погнали дальше трудиться теперь вдвоем сюда вдвоем ехали и назад вдвоем михаилом все веселее мимо этого шикарного озера ну эти ксашка говорит он здесь был в в августе ты говорит мы вообще купались полноценно но я вам так скажу я занырнул конечно да сразу хорошо но чувствуется что водичка холодная то есть не поплаваешь долго семеновка направо вот раньше дорога шла вот здесь вот здесь вот уезжали направо и вот эту гору всю и вниз туда спускались всего по перевалу вы представляете как оттуда тут весело юма тут что знак 50 был что ли по-моему знак 50 короче меня подстрелили а сейчас мы через туннель заговорился я немножко малость тут он километра три по-моему туннель если я не ошибаюсь там перед туннелем бы ушли в горы и вот здесь будут выползли вот сейчас съезд тут будет с правой стороны через семена тоже когда снег все тут все закрывалось вот это вот старая дорога была через этот перевал 5 километров 5 километров видишь подъема а у нас пошел что правильно спуск и зилижану покрутим малость восьмерки и спустимся а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Если колейки не будет, значит будем проходить ДимаTorzok 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 Все на спуск, все на спуск, идем. Спускаемся с горы. Иранец. Вот они тарахтят на этих своих дыр-дыр-дыр. О-по-й-о-й-о-й. По перевалам особенно дают. Вон колечко уже. Сейчас впереди будет у нас. О, культиваторы продают. Все цела. тут еще даже под такие земельные участки есть места же вроде как горы кругом туда дальше вот налево уйти там вот здесь семеновка там не не семеновка фиолетово лермонтово то там да там такой земледельческие поля равнина такая между тоже между гор а тут как-то вот особо их не знаю есть наверно сразу продают красота неописуемая красота гостеприимство лихачи тоже причем и на грузовиках попадаются да если он резко заложил я бы могу мне усадить сейчас если его чуть-чуть понесло бы все приехал бы к нам смотришь сбросим фоткался он с этими миша ты фоткался здесь останавливался понятно лентяй ладно ладно это отмазки ну понятно вон они стоят но мы тоже вот раз не пойдем может следующий раз остановлюсь поехали о чем этот уазик ездит на масле а какой этот аромат стоит судя по всему доедет он 50 на 50 бензин с маслом выключая аварийки ты уже разогнался ты не буду знать когда ты будешь куда сворачивать понесе ладно понесе так понесе вот и дживан так вот видите такого мерседесе можно и так ехать хотя тут от марки машины не зависит такие что ты 2 полосы может ты подвинулся бы нет нет у тебя такого желания скрыть исправение не нет нет у меня нету ну ладно ну ладно Как тут центр поживает? Уже должно быть посвободнее. В любом случае уже 8 вечера. Подумаю. Что-то тут мы подумали, я решил. Все-таки а смысл какой ехать сегодня до Тбилиси? Сейчас уже 8. Еще часа 2. В 10 вечера будем только в Баграташине. Ну и что сейчас там? Пока перейдешь. Пока доедешь. Полночи еще нужно за рулем сидеть. Никакого смысла нет. Встанем. 9 часов паузу открутим. И спокойненько поедем. Сутреца. Ой, еще спать хочу. Границу пройдем там, туда-сюда. Все равно нам там, в любом случае, либо стоять, либо толкаться. Посвободнее, да, центр. Дядька, поворот. Так и рычажок. Слева. А в этом зилу он уже, может быть, давно не работает. Зил мой ровесник. Ну, что, надо спать по возможности. Поэтому так, приезжаем там. Встанем на стоянку. Рано утром из позаранку. Я кручу, верчу баранку. Будем работать дальше. Малость тут всего не задержались. Тянут часа на два. Как-то, если бы не задерживались. Ну, надо. Как это? Покупаться. Покушать. Такие дела важные не сделать. Вы что? Ни одну машину уже военных кто встречает. Что-то едут, едут куда-то едут. Парочку обгоняли. Кто-то стоял, ремонтировался. Отец мой в армии шоссером служил в Германии. Вот там говорил тоже. В населенных пунктах 17 километров. Сейчас кузовики ехали. Где населенных 40. Больше нельзя было. Ну, все, запросто, что военные впереди идут. Отец служил, я там, 50-е годы еще были. В городах 17 километров в час. Все. Походу, по твою душу, полицаи. Тебе моргают. Ты по рации разговаривал, когда мимо ехал. Тормози, я тебя подожду. Не успел я ему сказать. Нельзя по рации говорить, когда едешь. Меня в Грузии так обелетили. Сейчас, походу, его здесь обелетят. Постою вот здесь, сейчас подожду. Ехали. Ну, едет. Ну и вечер Бицалин. А, за то, что курил за рулем, 7 тысяч штраф? 7 тысяч штраф, да. Я что-то не понял, а почему, что курить нельзя? Да, я в магазин пошел деньги поменять. Да, говорят, нельзя у нас курить за рулем. Только как они засекли, где? Ну, сверху скандали что-то, они сзади ехали. Нет, это тебе не за курение, Михаил. Нет, курить за рулем, это нет. Тебе за разговор по рации. Ты, когда мимо них проезжал, еще, братцы, внимание, ты в этот момент мне там что-то рассказывал. И они это усекли. Ты просто их не так понял. Про рации он мне ничего не говорил. Он мне сказал, что курить за рулем. А я как раз курил, да? Ну, может быть, он это, курил, говорил. Не, наверное, не курил. Наверное, говорил, просто ты не понял. Не, ну, закурил за рулем, ты что, пепельницы в машинах стоят. Курить за рулем можно. А вот по рации нельзя. Я об этом тоже не знал, пока в грузе 30 лар. Не заплатил. А что ты хотел мне? Скажи, давай, написывай, я потом заплачу. Ты имеешь право потом, и приятно, границу заплачу. Ты не обязан был сразу платить, бежать. Ну, да, довольно четко на курить, сигареты курить. Вот он же четко сказал. Тут уже, ну, как мы сейчас закурить говорим. Ну, не знаю. Может быть, посмотрим потом, что люди напишут. Но я больше склоняюсь к тому, что ты в этом. Ну, как раз, вот я помню, я как раз зеркало смотрел заднее. Как раз ты мимо них проезжал и говорил по рации. Я в Грузии тоже меня останавливал. Он в рот показывает, что объяснить не может. По-русски практически не Бельмес. Но я понял потом. В 7 тысяч ты заплатил, да? Я в Грузии платил 30 лар. Да, в принципе, одинаково. 30 лар, это, ну, считай, тысячи, а ты 7 тысяч, тысячу России заплатил. Ну, ладно, на одну бутылку я сколько-то, я нынче кухню и ладно вам. Ну, не знаю, говорю, я не спорю с тобой, но мне почему-то кажется, что просто вы друг друга, ты его недопонял. Скорее всего, за разговор по рации, потому что, ну, как это курить? То есть, где-то, почему курить? Я понимаю, если ты АДР вез, нельзя курить за рулем, а так курить за рулем, как это нельзя? Почему это мешает? Хотя, может быть, я не спорю. Пускай будет так. Маки, маки, красные маки. Ну, по светлу мы не успеем. Уже, видите, практически. Солнце спряталось, все. Сейчас полчаса и будет темно в горах. Такая здесь погода, какая здесь природа, феномен такой. У нас так в Беларуси к солнцу спряталось еще два часа. Довольно-таки все хорошо видно. А здесь моментом темнеет. Традиционно сейчас опять тут два перевала. Один такой хороший и два таких вроде поменьше. Три получается. Немножко по деревням вдоль границы. И на границу. Однозначно сегодня останемся здесь стоять. По ночам топтаться без толков. Как бы там и компоты не развалились там. Счетами так попалтывают. Или оливки не рассыпались. Оливки, ладно, компоты там в стекле. Не должны, по идее. Севкар. Справа, туда вот направо, там идутся уже горы. Там уже вот начинается и это уже в азербайджанской территории. Рано не заболеть после этих купаний. Не, ну так-то кайфово, конечно, залезть. Та-та-там. Не знаю, еду. Чего-то так кока-колы захотелось. Или тархунчиком. Прям аж мордом болит. Надо доцерпеть до этого. Это все кебаб. Сигавы на воду пробивают. Ну вот, вода-то проста есть, но хочется именно этой. Что-то такое вот сладенькое. Именно вот местный. Мне очень нравятся вот напитки вот, что грузинские, что азербайджан, и армянские. Именно тархун, вот этот, буратино, дюшес. Очень вкусно. У нас не такие, честно слово, Беларусь. А у них такие вот. Прям как в детстве. Когда у нас тоже в стекле продавали. Вот там были напитки. Так, здесь у нас ремонт. Нам показывают, едем сходу. Сходу тут тоже сильно не получится, конечно. Ого. А тут все у них. Интересно. Мне боюсь, что я здесь не прощемлюсь. Или прощемлюсь. Так. Фигурное вождение пришлось сдать. Миша сдаёт. Пролез. Красавчик. Так, тормозим, Алексей Николаевич. А то улицы от нашей Оливки. Куда-нибудь не туда, куда надо. И вот вопрос интересует. А откуда в Армении Оливки? Разве в Армении не растут? Или их откуда-то привозят, а потом отсюда в Пиццегорск отправляют? Ну, вообще в Россию. Вот просто интересно. Откуда в Армении Оливки? Я что-то первый раз такое слышу. Может быть, я чего-то не знаю. Сильно не ругайте. Но, по-моему, в Армении Оливки не растут. И снова маки. Какой-то у Грузинских буквы, а навигатор рисует впереди. Аг-то у Грузинских буквы, а Djinn. Сармуж instruction, который следует в filters. У Грузинских букв как только сетя. Когда ano планируя пробовать кресло, В Амике не Tianке, азуя уже светит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Хвост А.Кулакова 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 что я не понял что я не понял а куда это главная дорога вела нам налево надо не нам отсюда прямо вот дома за которой я говорил меня смутило что главное налево да видишь бросили ушли как и стоят но в имбириан и как есть ли правильно произнес вот это населенный городок вот зубы еще один как бы все уже с перевалов сползли тут уже не перевалы тут уже горы остались горки остались не будет этот и еще один уже перед самым там поворотом на Баграташин да узенька разъезжаться здесь или даже два еще короче не важно важно то что мы уже недалеко но это недалеко еще тоже полчаса будем ехать и не минут 40 сейчас я вам скажу сколько у меня средняя скорость у меня средняя скорость за 355 километров что я вот наездил загрузки ну по городу все средняя скорость 32 километра в час нормально тогда скорость и это я думаю с условием того что это слегка подросла местность дороги не позволяет здесь быстрее ездить как и как и На данный момент расход 31,6 До тридцатника, наверное, даже падал, там 30 с половиной даже был, сейчас опять поднялся, как только горку штурманули, очередную, и сразу же опять вверх залез Поднимается быстро, опускается медленно Не знаете почему? Серьезно, супермаркет Не, такой довольно-таки большой город Ой, я уже, если честно, не спать хочу Доехать и завалиться Ну что, Миш, без 20, 10 Как предлагал сдаться, я предлагаю стоило Тоже завтра поехать Да и все, вопросов нет Нечего тут по ночам по границам шляться Так, пока пройдешь, пока полночь еще будешь до Тбилиси ехать Завтра покрываться, за смену все равно доедем до конца Так, да что-нибудь завтра доедем, да, однозначно Ну тогда все на этом Поехали мы Баюшки А завтра, не знаю, там часиков в 7 Может, чуть позже Ну что, в 7, наверное Пойдем Проходить границу Машин нет Я сильно сомневаюсь, что они за ночь тут появятся Поэтому какой резон тут ехать Топтаться там Ну не топтаться Но все равно Поэтому поехали, бай-бай У нас, кстати, автоос обходил Там и настоит то же самое Парня Смысл куда-то ехать Так, куда нам тут стать лучше? Как автовоз Хвост этим машинам или что? Хотя нет, там машины Взяв того за машин нет Эти там по прямой-то не выйдут потом Ладно, сейчас подумаем, куда стать Че тут, как тут Да и Хорош Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова